Всем привет! Меня зовут Саня Косогов. Это моя тридцатка, на которой я участвую в чемпионате Украины и Беларуси по дрифтингу. И сейчас я вам расскажу о ней самое интересное. Начнем с самой интересной про эту машину. Самое интересное это то, что от BMW здесь осталась буквально решетка радиатора. Потому что за 4 года, которые у меня эта машина, она прошла весь путь перестройки от гражданской машины в настоящую боевую спортивную машину. То есть это не корч, это уже нельзя назвать каким-то корчом. Это настоящая спортивная машина. Начнем с самого главного в тачке. Это ее сердце, это ее мотор. У нас были небольшие проблемы после установки нового мотора. Мы не могли добиться полной мощности. Буквально вчера мы заехали на стенд, повысили мощность на 45 лошадиных сил. То есть этот мотор сейчас выдает всю свою мощность, которую он может. Это 535 сил. На колесах это примерно 450. И выдает где-то 700 момента. Это, наверное, как у КамАЗа. Так, для понимания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такой мотор устанавливался вообще изначально в машины американские. Это Chevrolet Corvette, если не ошибаюсь, ZR1, по-моему, модель. 7-литровый мотор, атмосферник. Несмотря на цифру, которая внушает так удивление, это 7 литров объема, мотор сам достаточно компактный и легкий. Он имеет алюминиевый блок. У него один распредвал с нижним расположением. То есть сами головки двигателя достаточно маленькие. Он компактный, потому что в 30-м кузове BMW достаточно большая проблема ставить крупные моторы. Этот мотор у нас с сухим картером. Мы потом придем назад. Покажу вам, что такое система сухого картера. Так, в принципе, у нас из основного под капотом сверхинтересного больше ничего нет. Есть разные нюансы, о них чуть-чуть позже. Погнали дальше. Салон у меня максимально спартанский. Тут нету даже торпеды. Убрано абсолютно все лишнее. Руль на быстросъеме, спортивная приборная панель, так называемый дэшборд, бачки для цилиндров на педальный узел, ручник и рукоятка коробки передач секвентальной. Это тоже чисто спортивная гоночная коробка, которая имеет всего 4 передачи, потому что мне больше, в принципе, не нужно. Достаточно длинная первая передача и близко расположенные последующие передачи. Смысл в том, что передачи, во-первых, включаются всегда, когда нужно, потому что при обычной поисковой системе, когда мы делаем такие движения, при, допустим, каком-то левом повороте, включить с третьей передачи на четвертую будет проблематично, потому что инерция тела идет к себе и можно включить вторую. Здесь все движения вперед либо назад, передача переключается последовательно. Плюс сама коробка очень мощная, то есть она выдерживает большую мощность, которая передается на колеса, а 530 сил это немало. И провернуть полуслиг 265 ширине на давлении примерно в 1 бар, это тоже немалого стоит. Ну, понятно, такие элементы, как сиденье, ремни безопасности. Тут у меня установлена сетка, потому что сейчас по регламенту чемпионата Беларуси запрещено ездить без окна либо без сетки. С окнами жарковато, а без окон и без сетки есть опасность того, что в случае кого-то контакта или там, не дай бог, словил крышу, руку можно выкинуть из окна и уже травма происходит. В принципе, скажем так, многие думают, что дрифт это такой достаточно безопасный вид спорта, но, допустим, на треке, на территории, в котором мы сейчас находимся, это автодром Чайка, у нас скорость постановки в районе 150-160, бывает 170 км в час, все это происходит вдоль бетона. И нередко бывает, что именно на Чайке списывают тотально машины, то есть они въезжают в бетон так, что просто восстановлению не подлежат абсолютно. Погнали в заднюю часть автомобиля. Мои механики обо мне очень позаботились, чтобы я не забывал, где у меня зад, но они вот даже подписали. Собственно, тут у нас стоит вся система обеспечения мотора абсолютно всеми жидкостями. Это бензобак спортивный с противоотливной системой. Это бак для сухого картера, то, о чем я говорил ранее. Принцип работы вот такой, что в двигателе нет как такого стандартного масляного поддона, в котором содержится масло, а есть отдельный бак, который насосом подается в двигатель. Его преимущество в том, что в поворотах, а в дрифт это постоянные повороты, достаточно большие перегрузки, масло не отливает из двигателя, и постоянно идет нормальная работа смазочных материалов. Плюс здесь установлен электрогидроусилитель. Фишка его, в отличие от обычного, в том, что он работает хорошо в условиях автоспорта. Стандартный гидроусилитель меняет свой преднатяг в зависимости от оборотов двигателя. Здесь же такого не происходит, поэтому он очень удобен. Задняя часть автомобиля вообще была полностью вырезана. То есть здесь нет никакого металла. Стоит башбар и сверху пластик. То есть оно полностью все здесь играет. Оно даже не имеет никакой жесткости как таковой. Плюс в этом я сезоне отказался от стандартных фонарей, потому что меня знают уже все разборки в Киеве и не только. Потому что я после каждой гонки скупал у них эти фонари. Сейчас это просто пластиковые заглушки с наклеечкой. Издалека они выглядят как фонари, но мне это намного проще. По более такой глубокой технической части, по подвеске. Спереди у меня стоит Vicewap от кузова E36. Сзади у меня установлена очень хитрая кастомная подвеска. Почему хитрая? Изначально ставилась задняя балка от BMW E39. Но проблема ее в том, что алюминиевая балка не выдерживала просто нагрузок. То есть при конток лачкике редуктор проворачивала самой балки, вырывала его полностью и приходилось в полевых условиях делать ремонт. Поэтому впоследствии алюминиевая балка была заменена на железную. Но железной такой же конструкции, как от BMW E39, не существует. Мы взяли балку за основу от E38, укоротили ее, сварили, поставили на место. В итоге мы сейчас получили у меня балка от E38. Редуктор от BMW идет на E32 и E34. Это 210 тип редуктора, самый большой, который существует вообще в BMW. Он выдерживает порядка 600-700 сил на моторе. Стоят полуоси от тоже 39-го кузова 540-ая. Это самые толстые полуоси, которые существуют в BMW. И сделаны верхние кастомные рычаги для того, чтобы можно было регулировать развал схождения в тех рамках, которые нужны для дрифта. А что нужно для дрифта? Первое, это мы выводим развал на задней оси в ноль или около нуля. Для того, чтобы, во-первых, покрышка равномерно работала всей своей плоскостью. Ну и второй момент, это то, что она будет стираться достаточно равномерно. Но в реалиях, конечно, мы не всегда используем нулевые углы. Мы немножко корректируем схождение, немного корректируем развал. В зависимости от того, какая трасса, какие ощущения. Хочется, чтобы машина больше углила или меньше углила. Допустим, на следующую гонку я буду пробовать закрывать схождение на задней оси. Потому что на первой гонке в Пинске, которая была в дождь, я понял, что в мокрых условиях такие настройки не работают. Ну, не работают на мокром, но, возможно, после изменения машина начнет лучше вести себя и на сухом покрытии. Передняя подвеска, как я уже говорил, это ViceWap. Смысл передних подвесок в том, что они позволяют автомобилю поворачивать передние колеса на достаточно большой угол. На вот этой конфигурации угол поворота где-то, наверное, градусов 65. Очень часто задают вопрос, что случилось с колесами, потому что они стоят в достаточно большом развале. Этот развал требуется для того, чтобы перед постановкой машина имела очень хорошую рулежку. То есть она за счет вот этого наклона колес, поворачивая влево резко, делает хороший упор на правое колесо и тем самым срывает заднюю ось. По факту она ведет себя, как будто бы ты едешь на трамвае, который по рельсам просто поворачивает. Так как дрифт это все-таки реально контактный вид спорта, то полностью вся машина внешне пластиковая. То есть крылья, фендеры, двери, задние крылья, задняя панель. То, что я говорил, даже фары у меня не настоящие, а это просто муляж, потому что в конце сезона вот это все просто выглядит как будто какие-то лохмотья, как будто на тачку, я не знаю, какие-то тираннозавры напрыгнули и просто разорвали ее. Сейчас она еще у нас достаточно аккуратненькая, правда мы готовимся к гонке в Гродно, поэтому снят передний бампер, снята дверь, они были в небольшом ремонте. Но у всех дрифтеров есть правило. У тех дрифтеров, кто строит красивые машины, я считаю, что моя машина очень красивая. Мы каждое окончание межсезонья, это до первой гонки, делаем фотосессию, чтобы запомнить то, какой мы сделали эту тачку. Потому что, как я и говорю, что дрифт – это контактный вид спорта, и вот вы можете даже заметить, допустим, на диске он был свежевыкрашенный, уже есть след. Кромка металла снялась об порог автомобиля Димона Гулы на первом этапе Беларуси. С первого взгляда кажется, что в салоне все не очень удобно и достаточно компактно. Но по факту оно все просто рационально поставлено, для того, чтобы я минимальными какими-то движениями мог управлять автомобилем и в случае чего включать какие-то себе нужные режимы. Руль на быстросъемчике снимается, это на случай, если куда-то ты залетел, что-то не можешь вылезти из тачки, ты можешь всегда скинуть руль. Ручник, который стоит рядом с машиной, то есть если у нас в стандартных гражданских тачках ручник стоит здесь, то в спортивных он переносится. Это гидравлический ручник, то есть по сравнению с обычным гражданским он работает по другому принципу. Не тросики затягивают задние колодки, а также как и основная педаль тормоза, он с помощью гидравлики блокирует. То есть за счет этого блокировка происходит резко и без там каких-то супер жестких сил. То есть мне достаточно вот такое движение сделать и у меня уже задние колеса блокируются. Также здесь стоит регулятор тормозов. Стандартный режим работы, это у меня все четыре колеса задействованы на каких-то парадах, шоу. Я могу передвигать его в такое положение и у меня работает только передний контур. То есть когда я делаю бернаут, а бернаут делается зажимая тормоз и газ. Тормоз можно как левой ногой зажимать, так можно вот такой позиции делать. Но у меня сейчас обувь не спортивная, поэтому нога не совсем влазит. И при этом задние колодки, ну во-первых, колодки не изнашиваются, меньше нагрузка на трансмиссию, на мотор. Коробка передач. Покажу ее принцип работы. Это, кстати, система, которая включает полностью все питание в автомобиле. Одним движением можно либо обесточить автомобиль, либо подготовить его к запуску. Движение происходит таким образом. Первая, вторая передача. Потом через такое нажатие нейтралка. И также задняя. Переключение очень быстрое, причем в случае необходимости я могу переключать передачу без выжимания сцепления. Сцепление здесь у меня стоит, кстати, трехдисковое. Это тоже все чистый автоспорт, никак не связан с гражданским. На нем невозможно ездить по городу, потому что трогаться нужно либо с буксом, либо будет вот такое что-то происходить, и все вокруг будут думать, что ты какой-то эпилептик. Тут у нас кнопка запуска автомобиля, фары. Кстати, у меня стоит ксенон, все по стилю. Дворники, точнее у меня дворник один. Гидроусилитель руля отдельно у меня включается, так как он электрический. Вот так он воет, как будто бы турбина запускается. И тут пару запасных тумблеров. Раньше у меня люстра на крыше стояла. Тут у меня проходит короб на бак сухого картера. Все это защищено полностью герметично, потому что существует технический регламент, который запрещает такие элементы, как маслопровод скидать по салону. Также топливная система, все через армированные шланги. Стоит проходной фитинг через моторный щит. По самому салону нет никаких соединений, то есть все максимально безопасно. Тут спрятан аккумулятор, тоже все согласно регламенту, он закрыт крышечкой. Даже если машина, не дай бог, перевернется на крышу, то на меня ничего не попадет. Что, запустим ее? Вот такой звук сейчас будет при переключении передачи. Вот сейчас, я думаю, вы услышали. Этот звук происходит из-за того, что в спортивной коробке передач полностью отсутствуют синхронизаторы, и сами шестерни достаточно огромные, и они прямозубые. В гражданских тачках используются косозубые шестерни, они позволяют плавно переключать передачи и издавать меньше шума. Эта коробка издает много шума, она очень сильно греется после гонки, и после пары заездов у меня даже сама рукоятка горячая, но она реально работает в условиях автоспорта. По технической части мы рассказали, а как она работает на треке, вы увидите в следующем ролике, который будет из гонки в Беларуси. Субтитры сделал DimaTorzok